Привет! В этом видео я хочу поднять тему использования масел в бомбочках и прочих средствах для ванны. И сразу хочу отметить, что сейчас речь пойдет только о базовых маслах. Базовые масла это натуральные продукты, добываемые из различных участков растений, включающих наибольшую концентрацию жиров. Как правило, натуральные масла добывают из орехов, косточек, семечек способом отжима. Основная функция базовых масел с точки зрения косметологии – питание кожи. Обратите внимание, не увлажнение, а именно питание. Увлажнять масло не может, так как в его составе нет воды, а вот способствовать удержанию влаги и восстановлению гидролипидного баланса очень даже может. Конечно, на этом полезные свойства не заканчиваются, но поскольку в средствах для ванны базовое масло имеет скорее вспомогательную функцию, нежели в кремах или масках, поэтому, на мой взгляд, нет особого смысла сильно увлекаться темой подбора масел с точки зрения их пользы. Однако, выбор масла все же является очень важным моментом. Я нередко встречаю комментарии на форумах и под постами, где люди жалуются на неприятный запах, который возникает через некоторое время после изготовления продукта. И основная причина появления такого запаха – окисление масла. Под воздействием кислорода и нагрева происходит образование свободных радикалов. При контакте с кожей они проявляют высокое разрушающее действие. В результате то, что должно было принести пользу, наносит вред. То есть, окисленное масло не только неприятно пахнет, но и вредит кожным покровам. Причин для окисления несколько. Первое – неправильное хранение. Любые базовые масла нельзя хранить в теплом месте и под прямыми солнечными лучами, так как это значительно будет ускорять реакцию окисления. Наиболее правильным будет хранить масло в холодильнике. Так оно не только медленнее будет окисляться, но и лучше сохранить свои полезные свойства. Второй и довольно важный момент – это выбор масла. Физико-химические и биологические свойства растительных масел определяются их жирно-кислотным составом. Если в масле преобладают насыщенные жирные кислоты, то такое масло имеет твердую консистенцию. Примером могут служить масло ши, масло какао. Эти масла стабильные и имеют более длительный срок хранения. Если же в масле преобладают ненасыщенные жирные кислоты, то при комнатной температуре они остаются жидкими. Ненасыщенные жирные кислоты более нестабильны по сравнению с насыщенными. Окислительный потенциал растительного масла напрямую зависит от концентрации жирных кислот. Важным показателем для нас также будет являться йодное число масла, которое показывает уровень ненасыщенных жирных кислот и стабильность к нагреву масла. Чем больше значение йодного числа, тем выше термонестабильность растительного масла. Йодное число показывает чувствительность масла к окислению при нагреве и хранении. Также способствовать к окислению будут солнечный свет, контакт с медными и железными предметами. Обратите внимание на схему. Также не последним будет вопрос рафинации. Рафинация – это технология очистки масла от сопутствующих примесей. К примесям относятся свободные жирные кислоты, фосфолипиды, ароматические вещества, пигменты, воски. Физико-химические методы рафинации способны уменьшить общее количество веществ, приводящих к быстрому окислению и значительно уменьшающих срок хранения. По этой причине в промышленных косметических препаратах применяются только рафинированные варианты. Также у рафинированных баз меньше вероятность комедогенности из-за снижения или отсутствия тяжелой фракции, поэтому они предпочтительны для кожи, склонны к расширению и загрязнению упор. Для наших целей также предпочтительно использовать рафинированные масла. Исключением могут быть только масло какао или кокоса, например. Срок годности. Звучит банально, но я более чем уверена, что есть люди, которые пренебрегают этим пунктом. Мол, не воняет же. Определение качества масла после окончания срока годности можно только лабораторным путем, а когда появился запах, это только в помойку. Конечно, если срок истек недавно, масло хранилось в холодильнике и бутылек почти полный, можно оставить его для собственного использования еще на небольшой срок. Учтите, что в той же бомбочке масло будет находиться еще какое-то время до момента использования. Поставщик-продавец. Выбор надежного поставщика тоже довольно важный момент. Не стоит гнаться за самым низким ценовым предложением. Все-таки качественное масло не может стоить 3 копейки. Комедогенность. Я человек с проблемной кожей и вопрос комедогенности масел для меня не последний. Ранее я уже упоминала, что рафинация способствует снижению комедогенности масла. Считается, что чем больше в масле насыщенных жирных кислот, тем выше степень его комедогенности. Кроме того, существует рейтинг комедогенности, который может помочь выбрать правильное масло. Я оставлю ссылку на сайт с таким рейтингом в описании, но можно, конечно, найти и альтернативный вариант. Антиоксиданты и консервация. Добавление антиоксидантов помогает стабилизировать масло или масляную смесь, продлить срок службы. Наиболее известный антиоксидант – это витамин Е. Также хорошо себя зарекомендовал СО2-экстракт розмарина. Также неплохим вариантом будет использование смеси стабильного масла, например, ЖЖБА, и менее стабильного, например, Органа. Если резюмировать информацию, хорошее базовое масло для использования в бомбочках – это стабильное масло с низким йодным числом, купленное у надежного продавца, которое хранилось в холодильнике и срок годности которого не истек. Дополнительно можно добавить к нему антиоксиданты и учесть рейтинг комедогенности. В следующем видео мы поговорим об эфирных маслах.